Я прошу меня извинить за простоту выражений, замучайтесь пыль глотать. Генералы отправились в городскую ратушу, говорили в основном за закрытыми дверями, но кое-какие из актуальных вызовов и угроз озвучили и для журналистов. Например, внешнее воздействие на общественность с помощью последних коммуникационных технологий, прицельное финансирование некоммерческих организаций и СМИ с целью формирования внутреннего протестного потенциала. Все это часть инструментов борьбы внешних сил для демонтажа государственного строя. И это на фоне резкого обострения международной обстановки. Недоверие, которое существует, политическое недоверие современным российским властям, в условиях кризиса и в условиях пандемии является главным источником опасности. Вот это недоверие, потому что люди не доверяют, никто точно не знает реальное положение дел. И все время вот потрясание этим, что мы там будем следить за вами, как вы вышли из дома и зашли домой. Важно, чтобы был настоящий карантин. Очень важно. Но акцент не на том делается. Акцент должен быть на том, что нужно говорить все время правду о том, что происходит. И то же самое сейчас будет повторяться в регионах. И поэтому это ситуация, в которой вот эта вся система, которая создана за последние 20-30 лет, она вся сейчас подвергается колоссальному испытанию. Ну, мне кажется, что система сейчас, как вы говорите, подвергающаяся испытанию, она выдвигает на первый план еще и разные новые придумки, технологии. Вот мы сидим целый вечер и ждем, что реализуется или не реализуется тот слив, который идет в разнообразную, что интересно, либеральную прессу, о том, что вот сейчас выступит Собянин и введет эти QR-коды, смски, пропуска, и все будут ходить, там, не знаю, на работу или в магазин по специальным пропускам, потому что якобы люди стали плохо соблюдать карантин, хотя, в общем, Москва продолжает оставаться пустой, но машин немножко прибавилось, раз разрешили ездить. Как вы относитесь к этим перспективам вот этого цифрового контроля, там, по китайскому, может быть, образцу или еще как-то? Потому что многие подозревают в том, что власть, что она это введет, а потом, так сказать, эта слежка бесконечно будет продолжаться, усиливаться и так далее. Ну, это не вызывает вообще никаких сомнений. Был бы этот коронавирус, не был бы этот коронавирус. Но на самом деле современные цифровые технологии, по модели, по которой они применяются, например, в Китае, будут использоваться всеми авторитарными и полутоталитарными системами. Здесь нет никакого, ничего нового здесь нет. Перед обществом, в принципе, стоит вопрос о том, как общество будет этому противостоять. В принципе. Это один из ключевых вопросов ближайших двух-трех десятков лет для всех. А уж для России, в которой существует и без цифровых технологий, совершенно непрозрачное правительство, совершенно непрозрачное руководство, совершенно непрозрачные решения. Никто точно не знает, что у нас происходит с бюджетом. Никто точно не знает, что происходит с финансовыми потоками. В стране, в которой уже давно нет настоящей свободной прессы, которая может контролировать, нет настоящих судов, нет настоящего парламента, нет настоящих общественных организаций, нет политической конкуренции, как вы хотите, чтобы еще было. А теперь еще и будут цифровые технологии обслуживать эту систему. Но это же очевидная вещь. Это вопросы крупнейшие, вопросы вообще будущего. И говорить об этом нужно в этом контексте. А эпидемия-то, она просто, если может, ускорит внедрение этих технологий. А может и не ускорит, но это не меняет вопрос по существу. Ну, вы вспомните, ну, такой маленький пример, как Московская городская дума, выборы в Московскую городскую думу. Ну, вы помните, там на некоторых участках пытались провести электронное голосование. Ну, чем это закончилось? Ну, вот это закончилось полным свидетельством о том, что, ну, если все фальсифицируют без этих технологий, так с этими технологиями фальсифицировать все будут еще с большим, так сказать, успехом. Это касается выборов, это касается формирования всей политической власти в России. Это принципиальный вопрос. И ответ на этот принципиальный вопрос может только давать политически зрелое общество, гражданское общество, которое будет контролировать эти процессы. Они объективны, их остановить невозможно. Их можно либо контролировать и заставить власть быть прозрачной вместе с этими технологиями, или просто превратиться в таких цифровых рабов, если уж говорить совсем просто. Вот. И этот кризис, вот этот вот, все, что делается в Москве, все эти цифры, они просто поставили этот вопрос остро. А об этом все должны понимать, что да, это вот и есть перспектива. Что сейчас нужно иметь правительство прозрачное и более честное, чем когда-либо. Потому что оно будет обладать такими технологиями, которые при малейшей непрозрачности и мафиозности, да, и корпоративности этой власти, они ее превратят в такого могущественного, так сказать, хозяина, что с этим будет справляться очень трудно. Посмотрите на то, как это происходит в таких странах, как Китай, и все будет понятно. Когда там дроны определяют, люди ходят в масках или не в масках, и еще даже людей в масках определяют, где этот человек живет, как его зовут и так далее. Ну, это же известные все примеры. Ну, это Орвелл, совершенно верно, да, вот Орвелл становится частью современной жизни. Это просто, да, так это не просто часть современной жизни, это вопрос перспективы. И еще раз хочу повторить, если не будет налажен контроль снизу вверх, с помощью, возможно, тех же цифровых технологий, а будет только сверху вниз, ну, это будет цифровое рабство. Все будут просто, всеми будут манипулировать, людьми будут просто манипулировать. Я прошу меня извинить за простоту выражений, замучайтесь пыль глотать. Мы видим, как наши политические оппоненты в США, в странах НАТО, пытаются усиленно влиять на страны содружества. Видим, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности. Также делегации обсудили ближайшие перспективы сотрудничества. Процесс обмена разведывательной информацией между специальными службами стран содружества для предотвращения внутренних и внешних угроз. Итогом встречи разведчиков станет меморандум о сотрудничестве.